приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана 8 декабря самый опасный и хитрый день обязательно на руке нарисуйте руну везение сегодняшнем видео все узнаете грядущий день не является удачным или счастливым поэтому вам самого утра следует проявить максимум осторожности чтобы оградиться от неприятностей избегайте повышенной активности не занимайтесь важными делами выделяйте время духовному развитию сосредоточьтесь на обретении внутренней гармонии и осознание собственного я сегодня вы получаете возможность увидеть себя без самообмана и иллюзий замечая как достоинства так и недостатки воспользуйтесь этой информацией с умом направив все имеющиеся ресурсы на самосовершенствование сложная энергия дня потребует от вас выдержки и сосредоточенности на своем внутреннем мире поскольку она в эту пару находятся в весах вы можете столкнуться с перепадами настроения и различными соблазнами с которыми будет непросто совладать чтобы избежать трудности контролируйте свои эмоции и не поддавайтесь искушениям иначе имеется риск неприятных последствий не идите на поводу у своих эмоций сдерживайте необдуманные спонтанные желания так как удача сегодня не постоянно и любой неосторожное действие может привести к крупным расходам непростые энергии этого дня принесут вам множество преград и трудностей но относиться к ним нужно спокойно ни в коем случае не теряйте контроль над собой поскольку в этом случае ситуация может стать еще более сложной доверьтесь своей интуиции исследуйте ее подсказка чтобы избежать каких-либо сложностей обращайте внимание на знаки судьбы которые сегодня будут достаточно яркими и понятными принимая какие-либо решения помните что ваши действия и поступки не должны вредить окружающим будьте предельно честны и доброжелательны будьте готовы к тому что день принесет вам встречу с людьми из прошлого заставить заново пережить неприятные ситуации или столкнуться с давними проблемами также вы можете узнать о собственных заблуждениях или обмани близкого человека выяснить мотивы людей с которыми сталкивались ранее примите трудности и полученные сведения с благодарностью так как с их помощью вы сумеете избежать неприятностей в будущем не совершайте ответные действия так как в этом случае вы рискуете привлечь к себе дополнительный негатив идеальным решением будет провести это время в покое занявшись исключительно собой и своим внутренним миром если есть возможность отправьтесь на природу прогуляйтесь по засниженному парку кормите птиц займитесь переосмыслением своих поступков и намерений подумайте над тем насколько верным путем вы движетесь но не пытайтесь что-нибудь менять сейчас ваши действия не принесут желаемого результата поэтому ограничьтесь планированием илона советует начинать новые дела 25 илона сутки нельзя иначе вы можете привлечь к себе череду неудач также не стоит обраться за что-то важное так как достигнуть желаемых целей у вас не получится а приложенные усилия пропадут и зря поэтому сосредоточьтесь на задачах начатых ранее если же вам предстоит решение сложного неотложного вопроса доверяйте не только голосу разума но и интуиции это не подходящее время для делов встреч или совещаний так как находить общий язык с окружающими окажется непросто тем не менее удачу будет ждать тех чья деятельность связана с торговлей не имеет значения что именно вы продаете покупатели будут интересоваться любыми вашими предложениями поэтому не теряйте момент однако вкладывайте заработанные средства в бизнес или тратить их иным способом пока не стоит особенно опасно совершать крупные финансовые операции поскольку они могут обернуться для вас серьезными убытками если отказаться от трат не получится ограничьтесь мелкими неотложными приобретениями общение со второй половинкой не принесет вам никаких позитивных эмоций перепады настроения свойственны 25 лунном сутка помешают вам насладиться общением поэтому перенесите свидание на более позитивный период день способен преподнести сюрпризы парам давно находящимся вместе именно сегодня вы можете ощутить желание расстаться с любимым человеком так как связывающие вас чувства давно угасли не спешите поддаваться этому желанию проанализируйте свои ощущения чтобы не совершить ошибку возможно кризис ваших отношениях можно преодолеть менее кардинальным способом к счастью негативное влияние дня не коснется вашего внешнего вида в эти сутки вы будете выглядеть великолепно даже не прибегая для этого каким-либо косметическим средством неплохой день и для отдыха но откажитесь от активного времяпровождения это неподходящая пора для путешествий катание на лыжах посещение публичных мероприятий гораздо полезнее провести время тихой спокойной обстановке читай интересную книгу или слушай приятную музыку день подходит для проведения большинства практику бывающего на но приступать к ним следует исключительно в одиночестве в этот день отворота позволяющие вам забыть об объекте привязанности будут очень эффективны чтобы бедность навсегда ушла найдите своем кошельке две самые мелкие монеты они могут быть любой действующей валюте на протяжении дня носите их при семье как стемнеет возьмите в руки далее скажите такие слова нищета прочь уходя от меня в эту ночь дом мой не для тебя я не твое дитя удача ко мне спешит богатство дверь стучит им тут жить а тебе вовек не быть истина говорим три раза после того как вы проговорили эти монеты нужно либо выйти на улицу бросить на землю можно из окна либо с балкона когда будете бросать скажите такие слова здесь будь обо мне забудь говорим один раз светлый отворот бывает так что любовная тоска вызвана не симпатии а сильным приворотом понять это можно по своему состоянию вас перестают интересовать увлечения ранее бывшие источники радости вы ощущаете подавленность а человек которому вы испытываете страсть вызывает злость отвращение также вы можете видеть объект любви в кошмарах либо гнетущих и выматывающих снах в этом случае вам понадобится несколько лавровых листов их нужно сжечь берите столько сколько считаете нужно пока они будут гореть и скажите такие слова лавры роз и цвел до в огне сгорел вместе с ним и приворот на мне огонь съел навязанное чувство убрал от любви фальшивый освобождаюсь от ненужных привязанностей избавляюсь повторить нужно девять раз далее если пепел остался пускаем по ветру избавляемся от вредных привычек для ритуала вам понадобится листок бумаги на листке вы должны написать свою вредную привычку то есть то от чего вы хотите избавиться далее зажгите свечку листок сжигаем от свечи и вот пока он будет гореть нужно сказать такие слова сила огня на стихии мою привычку вредную забери все связи между нами огнем разорви навсегда избавляюсь от здесь вы должны назвать от чего прошлым вред оставляю новую жизнь начинаю истина говорим три раза пепел оставшийся нужно пустить по ветру по народным приметам в этой день отмечают клим холодный и родившиеся 8 декабря наделены большим запасом внутренней энергии им свойственно находиться в центре внимания проявлять изобретательность и активность делах любви как и дружбе они отдаются полностью без остатка и в любых отношениях стараются порадовать даря лучшие тому кому они неравнодушны их талисман хрусталь нориси также верили что рожденные на клима в этот день притягивают к семье волков поговаривали что эти дикие звери подбираются прям к домам именинников боясь встречи с луком крестьяне рождены в этот день старались не покидать свои дома помимо этого считали что в этот период морозы становится настолько сильными что появляется треск а поскольку крестьяне верили в духа мороза то думали что это треск костей топот его помощников на руси говорили что человек жалующийся на морозы будет наказан ледяным духом тот нашли на него простуду а если человек встречал холода с улыбкой задором тогда дух наградит его крепким здоровьем по одной из традиций этого дня считали что любое дело нужно начинать строго натощак иначе толку от него не будет в этот день вечером женщины проводили сильный старинный ритуал на защиту семейства от болезней зимних простуд для этого зажигали свечку и нашептывали такие слова простуды лихие огонь отведет в дом не пустят на себя заберет будет моя семья здоровая сил полна никакая хоре нам теперь не страшно истина говорили три раза далее с этой свечой обходили весь дом для того чтобы это день вам принес удачу и везение обязательно с утра нарисуйте руну ингус это руна дает движение вперед она дает прогресс и энергию благодаря чему вы сможете реализовать много своих целей а также исполнить все свои желания когда будете рисовать свою руну то просто скажите такие слова ветер перемен запускаю все что задумаю я получаю говорим один раз все и ходим так целый день а вечером смываем с благодарностью и по традиции перед сном обязательно один раз повторяем такие слова в моей жизни все хорошо и я знаю что завтра будет еще лучше говорим один раз и вы посмотрите что вашей жизни будет все прекрасно и чудесно